Домская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о 223 дне рождения Одессы. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Кстати, есть автобус номер 223. Я думаю, что сегодня он должен пользоваться особенным успехом. По-моему, это паритетный маршрут, который идет через весь город. Но 223 точно, 223 нужно уточнить. Знаете, я еще не знаю, где лучше находиться сейчас. В центре города, в парковых зонах, где есть определенные активности и фестивали. Или же в студии телеканала Дунская ТВ. Потому что у нас тоже достаточно весело. У нас такие гости приходят, закачаешься. Но мы стараемся показать вам все и сразу. К нам в студии присоединился шоумен Дмитрий Шпинарев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А прямо сейчас у нас на прямой связи со студией наш корреспондент Роман Семенов, который находится на Аллее звезд. Насколько знаю, вместе с ним Татьяна Маркова, руководитель профильного департамента Одесского горсовета. Рома, тебе слово. Да, коллеги, мы действительно находимся на Аллее звезд. И сейчас возле меня находится директор департамента культуры, горсовета Татьяна Маркова. Татьяна, здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. Татьяна, скажите, сегодня состоялась торжественная церемония открытия звезд на Аллее звезд. Скажите, кому она посвящена, эти звезды? Как обычно, она посвящена выдающимся одесситам, которые внесли колоссальный вклад в развитие мировой культуры, прославляли любимый город. И не только одесситам по рождению, но и одесситам, такими, как Константин Георгиевич Паустовский, который был влюблен в этот город, хотя и не рожден в нем. Сегодня мы открывали звезды Киряку Кастанди, Ильфу Петрову, Катаеву, Абадзинскому. Конечно, это люди, чьи имена звучат, они на устах у одесситов всего мира. И это действительно люди, которые внесли огромный вклад в развитие культуры как таковой. У этих людей должен был быть юбилей в этом году. Вот это такой принцип. Потому что если бы мы сразу одномоментно должны были открыть всем выдающимся людям звезды, мы бы сразу заполонили всю театральную площадь, и наверняка нам бы не хватило места. Поэтому принцип такой. Мы рассматриваем эти имена, тех выдающихся людей, у которых должен быть юбилей, затем принимается решение историко-котнической комиссии, и устанавливаются эти звезды. На самом деле это только маленькая часть тех подарков, которые будут сегодня, в общем-то, для жителей города и для гостей нашего города. Потому что в 16 часов мы всех приглашаем на открытие второй очереди музея Утесова. Приобретена новая квартира, создана новая композиция. Конечно же, очень интересное будет открытие специального знака, посвященный первым греческим поселениям в 18 часов в конце Приморского бульвара перед Греческим парком, который через год будет открыт. Ну и, конечно же, концерт, галоконцерт на Потемкинской лестнице с фейерверком. Это все то, что ожидает сегодня многочисленных гостей, которые приехали к нам со всего мира. И самое главное, это подарок для одесситов, потому что экраны для этого концерта будут размещены по всему городу. И все смогут на Терресиной площади, на Деревасовской, на Екатерининской, на Лонжероновской увидеть концерт этот, если лестница не вместит всех желающих. Ну и такой личный вопрос. Что для вас день города? Ну, мне кажется, как для всех одесситов, день города – это второй день рождения себя самой. И не важно, работаешь ли ты в государственном, там, управленческом каком-то аппарате. Просто потому, что ты одессит, и как для любого одессита день рождения мамы очень важен. Для всех для нас день рождения нашего города – это второй день рождения. Это, наверное, один из самых главных праздников в жизни. Да, я напомню, мы только что разговаривали с Татьяной Марковой, директором Департамента культуры Одесского горсовета. И мы продолжаем находиться здесь, на Лонжероновской, возле аллеи звезд, в центре города. И будем продолжать для наших зрителей освещать события, происходящие в день города. Студия. Спасибо. Наш корреспондент Роман Семенов был на связи. Шоуэн-математик Дмитрий Шпидарев. Здравствуй. С праздником тебя. Привет. У тебя с праздником. Я вот не знаю, с каждым годом мы наблюдаем повышенное внимание, все повышающееся внимание к дню рождения города. Мы получили еще один настоящий момент в этом году, еще один запуск такой принудительный туристического сезона. То есть переход в бархатный такой. Ну, на самом деле, я постарше тебя буду, судя по тому, как выглядят наши головы. Нет, судя по тому, как выглядят наши головы, я вижу постарше. На самом деле, праздник всегда очень сильно отмечался. И даже вот так торжественно, если я не ошибаюсь, мы начали отмечать на 200-летие Одессы 23 года назад. Тогда, по-моему, впервые появился концерт на Потемкинской лестнице, который как бы завершал всю эту процедуру разнообразных празднований. Но даже до этого мои дедушки и бабушки отмечали этот праздник как достаточно весомый и серьезный праздник в их семье. Сколько семья там, очень много поколений живет в этом городе, поэтому день рождения ребенка, мамы и города – это практически равные дни рождения. То, что праздник отмечается масштабно, это хорошо. Это значит, что для огромного количества жителей Одессы, не только тех, кто живет здесь давно, но и тех, кто приезжает сюда, становится одесситом уже в первом поколении, в нулевом поколении, таким образом он тоже начинает чувствовать свою любовь к Одессе. В чем для вас проявляется любовь к Одессе? Ой, очень тяжело сказать. На самом деле, спросите меня, в чем проявляется любовь к маме или к дочке. Это город, в котором я родился, вырос. Мне в свое время повезло, благодаря определенному стечению обстоятельств, я объездил порядка 300 городов, из которых там 270 городов бывшего Советского Союза и еще, наверное, 30 городов мира. Тогда говори так вот, на нашей планете. На нашей планете, да. Я видел другие города, мне есть чем сравнивать. Причем мне, я видел их тогда еще 20-летним, 22-летним, 25-летним. И каждый раз, возвращаясь, прилетая в Одесский аэропорт, я чувствовал, куда я прилетел. Я чувствовал, что я прилетел домой. Вот как-то по запаху, по солнцу, по зелени. Ощущение, я согласен, возвращение домой, ощущение есть у любого человека, конечно. У нас, я не знаю, стоит ли вообще гордиться. Я тоже побывал во многих городах и на нашей планете. Так будем договорились, так? У вас своя планета? Ну, на двоих. На нашей с Димой. Я бы хотела уточнить. Давай так, у нас левое полушарие, а у тебя остальные. Так вот, я, общаясь с горожанами, я каждый раз, ну, сначала не обращал внимания, а потом уже вот как-то слышал эту гордость. Вот, значит, наш город, вот, например, Нанкин, он такой древний, мы так гордимся, что приезжаешь, допустим, в Пекин, люди говорят, ну, тут с Пекином все понятно. Приезжаешь, я не знаю, там, не знаю, в Лас-Вегас тоже люди рассказывают, что вот посреди пустыни мы так гордимся здесь живем. Наша гордость понятна, но обоснована ли она? Абсолютно обоснована, потому что, на самом деле, ну, что такое родина для человека, да? Это, по большому счету, дом, где он родился, двор, друзья, дети, одноклассники, там, потом одноклассники, это круг. А в Одессе эта история шире, потому что где бы ты ни родился, на Челемушках, на Фонтане, на поселке Котовского, на Таирово, ты все равно часть своей жизни проводишь еще и в центральной части, потому что она заметно отличается и обладает другой аурой, чем спальные районы. И поэтому для тебя родина, весь город, обязательно в центре ты пересекался, и знакомился с девушками, с юношами. В моей молодости место для встреч, для свиданий было на Греческой площади под часами. То есть свидание назначали в центре города, а они у себя на микрорайоне возле школы или там возле парка. Наверное, в других городах это тоже можно. И в каком-нибудь другом городе нашей с тобой планеты сейчас в студии МСКНТВ сидят симпатичная девушка, ну и два парня, и обсуждают, как здорово им МСКНТВ в городе. Два каких-то парня. Да, и как здорово, что их город лучше на земле. И это правда. Для них он лучше, для нас, Одесса. Здесь все логично. Но никто не называет свой город мамой. Есть два города, которые на самом деле обладают гендерным признаком, это Одесса и Ростов. Ну, есть еще зоофилическая признака, Нью-Йорк, да, яблоко. Но согласитесь, лучше родиться в маме, чем в яблоке. А почему зоофилическая, прости? Ну, зоологическая, извините. Ты слишком много внимания передаешь этому слову. Я слишком много... Что тогда? Несаша, ты слишком мягко меня слушаешь, это так обычно не происходит, потому что я говорю все, что хочу. Я говорю быстро, чтобы ты выдергивал то, что нужно. Ты еще, зоология яблока? Хорошо, белое. Хотела что-то уточнить. Я просто все пыталась, пыталась понять. Понять, понять, где червь. Ты не останавливайся, если получается, что, значит, кто-то родился в яблоке, то давай, ну, уже логично. Если нас родила мама, то мы как блюдо, и папа, ну, поднялся, они что, червишь? Надо вернуть, попросить вернуться гостя, который был до меня, Бориса Скаровича Борисовича 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 Борисовича. Дом, все, сделал. На самом деле, я ничего не планирую делать, я планирую жить, как жил, как и вы, да? И нам же кажется, что так, как мы живем, значит, мы живем хорошо, мы что-то делаем полезное и для семьи, и для окружающих тебя людей, и для города, в котором ты живешь. Поэтому, если ты до этого, тебе никто не сказал, что ты мешаешь городу, значит, ты делаешь все правильно. Не останавливайся, продолжай делать то, что делал. Сложно, да? Нет, это очень хорошо, но ты подделал новый класс вопросов. По-моему, у тебя дым пошел, да? Новый класс вопросов. То есть, ты считаешь, что есть люди, которые могут сказать, до свидания, ты мешаешь городу? Ну, конечно, очень много. Вот в следующий момент. Саша, я тебе даже могу полную цифру назвать. Да, очень много людей, которые, ну, и на моей памяти в том числе, которые приезжали в город сказать, вы все лохи, вы не живете, не так, сейчас я вам объясню, как надо жить. Причем... А многие из них продолжают жить в Одессе, а некоторые даже здесь родились. А многих выпулили отсюда, они город выкинули, и не потому, что они плохие люди, потому что они... Они не хотели понять город, а они хотели сразу объяснить, что город плохой, и я вам сейчас объясню, как надо жить. Кстати, в Одессе еще будет действительно много людей присутствовать, которые приехали из других городов и рассказывают опять же, что мы живем неправильно, надо жить по-другому. При этом, глядя на их города, нет ощущения, что там жизнь благополучна, все прекрасно, цветет. Честно скажу, Дмитрий, я родилась в Одессе, я выросла в Одессе, я очень люблю Одессу, это мой родной город. Я никогда в своей жизни, даже когда была возможность, не представляла, что я могу уехать жить в какой-либо другой город. Но мне никогда не было понятно некий снобизм одесситов. Почему мы считаем себя выше других? Почему мы не считаем себя... Мы считаем своих детей лучше других? Мы одесситы особенные. В чем особенность? А мы считаем своих детей лучше других? Конечно, считаем. Мы считаем, что наши дети самые любимые. Стараясь объективно смотреть, но при этом считаем, что дети особенные. В каких-то вопросах, да. В каждом городе есть, у жителей Горова есть какие-то там рэперные точки, которые, там, они гордятся. Вот там, наверное, Прага гордится своим пивом. Говорит, вот мы лучшие пивовары в мире. Хотя пиво варят во многих городах. У нас есть своя история, свои плюсы, свои минусы, о которых мы отдастываем. Есть точки, которые действительно Одесса лучше. И мы говорим, что мы лучшие. Если, извините меня, Одесская школа Столярского дала миру огромное количество гениальных скрипачей, то надо быть и гилотом, чтобы этим не гордиться. А если у нас Черноморец плохо играет в высшей лиге в этом году? В премьер-лиге. В премьер-лиге. Хотя же, может, скоро мы скатимся в высшую, а потом в первую. А, то есть у нас премьер выше, я даже никогда не заглядывал вниз. Я не знал, что там под столом. То есть об этом надо, этим надо стыдиться. Не гордиться, нам стыдно за это. Нам, тем, кто болел когда-то за Черноморец в хорошие годы этого клуба. Есть вещи, которые нам не нравятся, но есть вещи, которые мы гордимся, и они сильнее. Ну, так у любого человека. Главные фишки Одессы? Чем Одесса цепляет? Есть такое выражение, что человек, который приехал один раз в Одессу, он обязательно сюда вернется. На самом деле здесь есть достаточно... Я вот просто смотрю на задник за вашими... И за собой, да? И за вами тоже. Да, и за мной. Я вот как раз рассматриваю... Одесса наблюдает за нами. Да, на самом деле вот это сочетание огромного количества солнечных дней, морского, достаточно теплого воздуха, потому что, ну, у нас не океан глубокий, страшный, с акулами и всякими такими. У нас доброе, теплое море, огромное количество солнечных дней и замечательная широколистная зелень. Вот ты, когда выходишь на улицу, тебе сразу же хочется улыбаться, потому что на улице радость. Бывают пасмурные дни. Это до того момента, видимо, пока Горзи Линдрест проехал и спилил кроны деревьев. Ничего не сделаешь, деревья надо пилить, потому что иначе они падают. Дело в том, что это проблема, ну, если вы хотите поговорить о проблеме, я могу сказать свое мнение. 25 лет деревья не пилили, они достигли такого размера, который обычно не бывает размер для этих деревьев, и поэтому сегодня надо коренным образом их связать, чтобы через 5-6-7... Другие говорят, что это уничтожает деревья на то, как у нас срезают. Нет, это как одни экологи говорят, что уничтожают, а другие говорят, что так деревья срезать надо. Я скажу, если вы зайдете на любой там дачный участок, где растут деревья, и даже не обязательно яблоки, но и обычные, вы нигде не увидите таких гигантских деревьев, потому что хороший хозяин все время за деревом ухаживает. Дело в том, что... Дерево должно оставлять тень. Вот эта подрезка деревьев, она даже больше, она стимулирует крепость деревьев. Конечно. Если правильная подрезка деревьев. Вот недавно на Пушкинской, вы помните, там месяц назад на Пушкинской упал плотан? Да. Была такая история. Это нехорошо для Пушкинской, когда он большой. Я в это время был там. А был бы он маленький. Гигантский, зеленый, огромное количество листьев. Подходишь к расколу, он внизу гнилой. Вот не выдерживает земля такого огромного дерева, не может прокормить его. На самом деле, там немножко по-другому идет. Крикроны требуют очень много влаги, и вот пропускная способность ствола, она ограничена. Он начинает болеть внутри, высасывая влагу, подымая наверх. А это не совсем нужно. Поэтому деревья надо срезать, причем сейчас, чтобы наши дети через 5 лет опять жили в зеленом городе. Когда эти деревья дадут новое листье. Мы-то там еще не выкорчевали деревья. Нет, выкорчевывать не надо. Я же не про выкорчевывание, а про подрезку. Ну, кстати, я тоже, бывая в разных городах, я видел вот эти интересные конструкции из деревьев, когда они очень, ну, такие большие, толстые, мощные стволы, достаточно аккуратная крона, сформированная. Ну, в частности, мы можем это видеть в парке, например, Горького, вот эти, сколько им лет, уже 50, наверное, этим деревьям. Честно, да, да. Помнишь, которые вот эти вот шелковицы, вот это плакующие? Этим деревьям больше 40 лет. И вот в каком они состоянии прекрасно. Почему? Потому что их каждое лето, каждый там сезон, не знаю, их подрезают. Я маленькая, я всегда залазила на них и ела шелковицу. Абсолютно верно. И посмотрите, в каком они состоянии, в каком состоянии и ты. На самом деле, шелковица вам пошла на пользу, а деревья страдают. Деревья тоже прекрасно выглядят. Все совпало в этой ситуации. Дмитрий, поздравления от вас для всех одесситов, для любимого города. Я поздравляю всех одесситов с этим праздником. Я очень надеюсь, что этот праздник будет, мы будем этот праздник видеть еще очень долго, и вы будете праздник этот видеть долго, что это всегда будет праздник, что никто не придумывает какие-то комбинации, почему этот праздник надо отменить, а другой сделать. Я думаю, что 2 сентября – это очень хорошая дата, это солнце, это отличная погода, это тепло. Но лучшее время выбрано нашими предками, для того, чтобы день гордо сделать именно 2 сентября. Поэтому давайте скажем им спасибо и поздравим друг друга. Мы вас поздравляем с днем рождения Одессы. Дмитрий Шпинарев, шоумен, был нашим гостем. Мы прервемся ненадолго, после вернемся в студию. Продолжим говорить о родной Одессе. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Дмитрий Шпинарев, шоумен, был нашим гостем.